У искусства нет границ, в этом убедились зрители вчерашнего концерта в ДВФУ. На одной площадке играли начинающие музыканты из Южной Кореи и профессионалы из Приморской Мариинки. В таком составе исполнили классику. О музыкальном симбиозе расскажет Ольга Сомкина. Настраиваются перед концертом все музыканты одинаково. Независимо от возраста, национальности, профессиональной ли артисты Мариинки или любителей из юношеского оркестра. Их объединила музыка и концерт в ДВФУ. Эта поездка во Владивосток для юных музыкантов оркестра Пушкинского центра Сеульского университета – настоящий подарок. Не только потому, что приехали на Русский Восток. До этого они уже выступали в Москве. Репетиции и совместный концерт с музыкантами Приморской сцены Мариинского театра – бесценный мастер-класс. Музыканты Мариинского театра не нуждаются в рекламе. И так получилось, что дирижер, который репетировал с нашими детьми, настолько их полюбил. Сначала они немного побаивались, но теперь все просто счастливы, что с ними работали такие выдающиеся музыканты. Дети запомнят это на всю жизнь. Мы очень волновались, ведь рядом такие музыканты. Мы очень старались играть, чтобы было вместе, чтобы ритм совпадал. Даже если где-то ритм не совпал, взрослые профессионалы подхватят и поддержат. Наши артисты знают, как работать с детьми и для детей. Когда мы в театре что-нибудь делаем, вы же побываете, да? Смотрите, щелкунчик, почему так нам приятно всем? Потому что там участвует от маленьких до больших. И публика такая же, и мы, профессионалы. Поэтому, я думаю, это одна из тех подлинных акций, которые украшают нашу жизнь. В программе этого концерта не только академическая классика Синсанца, Бетховена, звучит музыка Яна Фрэнкеля и симфоническая поэма Ким Чун Йона. Наше желание – объединение Родины. Языком музыки участники концерта смогли так много рассказать о себе. Такой проект, я думаю, что такой проект будет способствовать культурным и молодежным обменам между Кореей и Россией. Поэтому мы и сами так придумали путешествовать и совместно с русскими детьми или русскими музыкантами выступать. Понимая всю важность проекта, его поддержали ректор ДВФО Никита Анисимов и генеральный консул Республики Корея во Владивостоке ЛИСОКП. Ольга Сомкина, Александр Каноненко, Панорама.